Что-то давно не было новых роликов на этом канале. И да, лето это здорово, загар, пляжи, отдых, но пора возвращаться в наше YouTube-сообщество. А самое-то главное, что повод для возвращения есть, и очень даже весомый. Вот это Akaia MPC. Она может быть любых моделей. Самое главное, что вышло новое обновление, мейджор обновление 2.10. Об этом мы сегодня и поговорим. Всем привет, с вами Мастер Крафт. На этом YouTube-канале я помогаю вам добиться желаемых результатов в мире музыки намного быстрее. Как я уже сказал, вышло главное обновление 2.10 на серию аппаратов Akaia MPC. One, Life, Life 2, X, неважно. Обновление 2.10 вышло в конце июля. Сейчас конец августа. Поэтому ровно месяц я пользовался Akaia на новой прошивке. И сейчас поделюсь с вами моими любимыми функциями, нововведениями и улучшениями. Я также рекомендую потом ознакомиться с роликом Альпака, который записал его, по-моему, больше, чем на час. Где он каждую функцию рассматривает. Я постараюсь все-таки формат сделать покороче. Потому что поделюсь именно тем, что показалось круто именно мне. Остальные на канал Альпаку. На самом деле прошивка 2.10 это не какое-то проходное обновление, это не фикс каких-то багов. Это вот прям кардинально такая весомая прошивка, когда вот меняется все. Как помните, на айфонах есть много минорных, а потом бац, выходит что-то большое, меняется какой-то дизайн, что-то новое. Вот это именно то самое обновление. По крутости я не знаю, наверное, был какой-нибудь 2.7, когда добавили сплайс, или даже раньше, когда добавили в принципе синты, баслайн, электрик и так далее. Вот сейчас это еще круче. Ну что, поехали. Начну сразу с козырей. Как известно раньше, если мы заходили в плагины, то у нас было 4 встроенных плагина. Это баслайн, электрик, тюб синт и еще потом добавился в 2.9 драм синт, то есть 4 синтезатора встроенных. Сейчас, внимание, барабанная дробь, появился хайп, тот самый хайп, который на форсе. Мелотрон, Одиссей и Солина. Давайте начнем с хайпа. Я напоминаю, для того, чтобы вызвать интерфейс, мы заходим в меню Program Edit. Все, вот у нас наш... Вот у нас наш синтезатор. Здесь очень много пресетов, очень много пресетов. Давайте, например, зайдем в пианино. Каждый пресет, почти каждый пресет, он сразу мотивирует тебя что-то сочинять. Соответственно, здесь мы можем... Здесь очень много вкладок. Вам просто нужно один раз открыть, попробовать, и я вам прям гарантирую, вас отсюда за уши не вытащишь. Это очень мощный синтезатор. Сразу скажу, я работаю с сэмплами в основном, но даже для меня, который работает на бумбе в звуке на сэмплах, даже для меня плагин Hype стал открытием. Обычно, когда я открываю плагины у различных производителей, там электронщина. Вот Hype это не только электронщина. Скажем так, здесь очень даже мало электронщины. Здесь очень много звуков для хип-хопа, для поп, трэп, всего такого интересного. А самое главное, здесь очень много всего. Можно накручивать, навешивать, и, как говорит Эльпака, можно сделать, в принципе, любой звук. Плагин Hype прям советую. Прям буквально перед тем, как снимать ролик, что-то накидал на плагине Hype. И уже, в принципе, получается композиция. Это просто ноль сэмплов, синтезатор. Для меня это что-то новое. Я абсолютно пропитан эстетикой бум-бэпа, хип-хопа и так далее. Но с плагином Hype просто хочется экспериментировать, на самом деле. Он меня вдохновил. Едем дальше. Следующий плагин это мелатрон. Впервые с мелатроном я познакомился с плагином на компьютере от компании Arturia. Я прям влюбился в звук мелатрона. Это что-то было очень такое, очень классное, очень хип-хоповское. И вуаля, он появился здесь. Именно тот самый мелатрон. Да, я забыл напомнить, что у нас есть Pad Perform. То есть мы можем поставить любую октаву, минор, мажор, играть... Или аккордами, или нотами, прогрессиями. Это очень здорово. Но это не новая фишка Акаи. Просто с этими плагинами, с Pad Perform, вы просто, ну, не можете не сделать музыку. У меня все друзья, на самом деле, которые приходили ко мне домой. И когда видели Акаи, начинали просто даже баловаться. И к концу, там, я не знаю, 30 минут, часа, они, в принципе, записывали секвенцию. Еще раз, это люди, которые вообще далеки от музыки. И уж тем более от написания музыки. Им это нравилось. И они очень хотели именно купить эту штуку, просто чтобы она у них была. Как помните, в детстве нам покупали родители синтезаторы. Вот это просто тот самый синтезатор, только намного-намного круче. В мелатроне, конечно же, есть тоже много настроек. И самое классное, здесь сенсорный дисплей. То есть мы это все трогаем. Мы можем, понятно, крутить это кюлинками. Но как же здорово, в общем, прикасаться сюда. И рано или поздно, когда машин выпустит машин плюс, машин икс или что-нибудь такое. Машин плюс два, не знаю. И там обязательно появится сенсорный экран. Вот, запомните, на машин когда-нибудь появится сенсорный экран. И все пользователи машин будут говорить, как же это здорово. Ну, потому что это здорово. Камон, есть сенсорный экран, и нельзя недооценить этого кайфа, когда ты как будто действительно трогаешь настоящий синт. Для меня это круто. Для Death Lake, не знаю, для меня это круто. Есть сенсорный экран, его можно трогать, это здорово. Следующий плагин это Odyssey. Напоминаю, я не шарю за синты. Я в основном на сэмплах, на бумбэпе и так далее. Про синты вам расскажут другие ребята. Я так понимаю, этот плагин что-то вроде классических, монофонических. Для хип-хопа можно что-то настроить. Он, конечно, не такой, как плагин Hype, чтобы сразу включил, что-то там чуть-чуть подкрутил и пошел здесь. Здесь все-таки это вот больше электронщина. Не совсем, как говорится, My Cup of Tea, но, камон, для тех, кому это нравится, пожалуйста. И четвертый из новых плагинов это Salina. Вот это мне уже нравится. Здесь у нас струнные инструменты. Очень здорово звучит. Для винтажного хип-хопа. Такого-то хип-хопа в стиле 80-х. Что-то вроде The Weekend. Здесь очень здорово. Классный синт. Рекомендую. После того, как мы быстренько пробежались по новым синтезаторам, сейчас я расскажу за то, что действительно шарю и люблю эту машину. Это сэмплы. Работа с сэмплами. Здесь не так много изменений, но они мне очень нравятся. Для начала изменился немножко Program Edit. Это та именно вкладка, где я пропадаю большую часть своего времени, потому что работаю с сэмплами. Здесь немножко перерисован интерфейс. Стало более удобно, более понятно. Из нововведений, помимо графического интерфейса, мне очень нравится на второй вкладке новая Tail Length. Длина хвоста каждого сэмпла, каждого кусочка. Сейчас я уберу и послушайте, как это звучит без него. Мы слышим, что между чопами у нас пауза вот эта вот. И когда мы нарезаем Drive Break, если мы хотим сделать чуть медленнее, например, то у нас вот эта вот неприятнейшая пауза. Поэтому нам приходится играть быстрее. Но давайте сравним. Добавляем Tail Length. Уберем. То есть я играю с тем же темпом, но послушайте, насколько отличается разница. Что происходит на самом деле в Tail Length, если мы прям сильно увеличим... Мы слышим, да, что он алгоритмами дорисовывает хвост, реверсит и так далее. Это очень классная функция. Обязательно попробуйте Tail Length, когда будете играться с новым обновлением. На вкладке Envelope у нас очень красиво теперь отрисовано на крупном экране. Атака, дикей и так далее. Ну, в общем, все, что было до этого, но сейчас это просто более понятно стало. Далее, если мы провалимся на четвертую страничку, здесь очень все круто сделано, очень все здорово отрисовано. Здесь параметры изменений. Давайте выберем Head, например. Изменяем уровень громкости. То есть он рандомайзит, хьюманайзит по уровню громкости. То есть не нужно больше делать по Velocity. Можно, в принципе, теперь обойтись этой вкладкой. Давайте я прям сильно прибавлю, чтобы было слышно. Можем сделать изменения по питчу. По панораме. Ну, давайте чуть-чуть. Это очень здорово. Также на последней вкладке эффекта, если провалиться еще чуть-чуть, то мы прямо здесь можем добавить, не вешая отдельные плагины на дорожку, а прямо здесь, с этой страницы. Ring Mode, бас, если у нас... То есть сразу здесь можно наши барабаны отстроить так, как мы хотим. Это очень здорово. При работе с сэмплами, при нарезке, теперь у нас есть новое подменю. Как мы видим, это все примерно то же самое, но есть стрелочка вправо. Проваливаемся, и мы можем нажать Detect Key, определить, соответственно, тональность нашего сэмпла. И как мы видим здесь, A sharp minor. Ну, возможно, скажем так, это не панацея, но точность, скорее всего, будет угадана правильно. По крайней мере, удобно, что не нужно открывать программу на компьютере, загружать сэмпл туда, смотреть, какая там тональность, потом возвращаться за АК и выстраивать это все здесь. Тут у вас это прямо перед вами. Detect Key. Все, он показывает. A sharp minor. Пользуйтесь. Пробежимся по новым эффектам, которые добавили в этом обновлении. Сразу начнем с вкладки Vocal, потому что она, в принципе, появилась новая. Добавили три очень мощных эффекта именно для голоса. Я редко работаю с акапеллами, именно с акапеллами на Акае, но сейчас попытался подобрать проект, в котором в сэмпле присутствует голос, скажем так. Давайте попробуем просто поиграться. Ну, понятно сразу, для чего можно применить этот эффект. Гармонайзер давайте послушаем. Звучит так себе, но, опять же, мы пока просто их пробуем. Пожалуйста, встроенный автотюн. Можете пользоваться автотюном, если у вас какая-то чистая акапелла. Можно создать свои пресеты и потом просто их загружать, например, назвать какой-нибудь там Mastercraft Master. И будет именно то, как в основном вы пользуетесь эффектами на мастеры, на компрессоры, на эквалайзеры и так далее. Из новых эффектов можно еще отметить, ну, например, гранулятор. Опять же, для ваших творческих идей почему бы нет статор. Тоже достаточно прикольный эффект. И, наверное, самый крутой, по крайней мере, для хип-хопа, для меня, называется эффект Half Speed. То есть, все, наверное, в трэпе слышали такой эффект. То есть, на самом деле, суть его очень простая. Он просто в два раза замедляет пич и темп, и получается, в общем, то, что написано. Half Speed. 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 Я думаю, в трэпе это очень часто можете использовать, потому что и так это очень часто используется. Пожалуйста, это все сделали очень удобно здесь, в этом обновлении. С полным списком эффектов, которые добавили в этом обновлении, вы можете ознакомиться на сайте. Я ссылку укажу в описании. А вообще, в целом, что я могу сказать про эффекты на AK MPC? Да что я скажу? Они очень классные, на самом деле. Вы покупаете этот аппарат, и все у вас in the box. У вас здесь сэмплер очень крутой, у вас здесь очень крутые синтезаторы, у вас здесь очень крутые эффекты. Вы можете здесь обрабатывать, делать мастеринг, записывать все в одном месте, без компьютера. Понятно, что сейчас это настолько мощный аппарат, что это, в принципе, скажем так, компьютер на минималках. Но, камон, давайте не будем сравнивать настоящий комп и вот этот, скажем так, комп. это все-таки настоящий музыкальный инструмент. Также большим нововведением стало то, что теперь к AK можно подключать аудиоинтерфейсы. Конечно, не все. Например, вот мой Apollo подключить нельзя, во-первых, потому что здесь Thunderbolt, а не USB. Во-вторых, нужно искать, скажем так, совместимые USB интерфейсы с AK, MPC, Live, One и так далее. На самом деле, большинство популярных, скажем так, распространенных звуковых карт без проблем подключаются. Для этого нужно зайти в меню настройки аудио девайса. И когда вы подключите по USB сзади звуковую карту, здесь вы выберете именно ту звуковую карту и вы сможете расширить вход и выход до 32 штук. И, соответственно, вы в легкую можете подключить любой конденсаторный динамический микрофон или даже несколько и записывать их в свой MPC. соответственно, здесь у вас теперь полноценная студия. Вы можете подключить различные мониторы, наушники. По крайней мере, это то, чем козыряли владельцы Machine Plus и так далее. Пожалуйста. Вы хотели ответ? Вот вам ответ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А самое главное, пишите в комментариях, как вам эта прошивка, какой у вас юзер экспириенс с ней, что понравилось, что не понравилось, какие, может быть, баги заметили. А также напишите свою любимую фишку, которая появилась в прошивке 2.10. До новых встреч!